Всем привет! Меня зовут Роберт. Добро пожаловать на канал! И сегодняшнее видео немного отличается от тех, что я снимал до этого, а именно тем, что сегодня мы узнаем, кто же на самом деле лучший ютубер. Кристиан Роналдо или Мистер Бист? Поехали! Все мы знаем, что Кристиан Роналдо создал свой новый канал 8 июля 2024 года. И после того, как он загрузил свои первые 12 видео 21 августа, он брал свои первые миллионы подписчиков в течение полутора часа. И самое интересное, что это видео, которые длились от 1 минуты до 3 минут максимум. И на сегодняшний день на таких видео он уже набрал 214,5 миллионов просмотров на своем канале. А еще самое интересное, что в этот же день он выпустил видео, как он показывает своим детям свою золотую кнопку ютуб-канала. Полтая кнопка дается тем создателям канала, которые достигли своего первого миллиона подписчиков. Что довольно интересно, что он сделал это видео в свой первый же день, как он сделал свой канал. После двух дней этого первого видео у него уже было 30 миллионов подписчиков, что считается самым наибольшим ростом канала на ютубе за все время и вообще существования всех каналов. И на сегодняшний день на его канале насчитывается 37 видео, которые в общей сумме набрали 61,5 миллионов подписчиков. И все эти видео в сумме примерно набрали 474 миллиона просмотров. Но давайте задумаемся, действительно ли Кристиан Роналдо такой успешный ютубер? И давайте немножко посмотрим на его бэкграунд, что он имеет, какие у него подписчики на других платформах и вообще всю его историю. Так вот, начнем с того, что до того, как он создал свой ютуб-канал, он уже был довольно популярен, как мы все можем знать. И по количеству подписчиков на разных платформах, его статистика составляла такие цифры. В Твиттере он уже имел 112 миллионов подписчиков. То есть, Бук 170 миллионов подписчиков. И самая большая платформа, где он имел наибольшее количество подписчиков, составляет Инстаграм, где на сегодняшний момент у него 638 миллионов подписчиков. И, на секундочку, канал Кристиана Роналдо в Инстаграме считается самым большим по количеству подписчиков, в принципе, вообще за все существования аккаунтов на Инстаграме. После его аккаунта в самые популярные топ-аккаунты в Инстаграме входят такие аккаунты, как Лионел Месси 504 миллиона подписчиков, Селена Гомос 425 миллионов подписчиков, Кали Дженнер 398 миллионов подписчиков и так далее по снижению по количеству подписчиков. Но я назвал он ТОП-3. Так что в сумме со всех популярных аккаунтов Кристиана Роналдо имеет 977.8 миллионов подписчиков в сумме приблизительно. Так как его количество подписчиков каждый день растут. Но давайте затронем самое интересное, заработок Кристиана Роналдо. Начнем мы с прошлого Твиттера, или на сегодняшний день это называется X. За один пост на платформе Твиттер или X, Кристиан Роналдо зарабатывает приблизительно 230 тысяч евро только за один пост. На Ютубе, как только он же создал свой канал, за первые две недели он заработал 2 миллиона долларов с момента, как создал свой канал и выпустил первые видео. И самое интересное, что из всех социальных платформ, больше всего он все-таки зарабатывает на Инстаграме, где, напомню, у него самое большое количество подписчиков 638 миллионов. И за один пост в Инстаграме Кристиан Роналдо зарабатывает 3.23 миллиона долларов только за один пост в Инстаграме. И, конечно же, это не имеется в виду просто какой-то пост, а это имеется в виду за один рекламный пост, если компания обратится, чтобы он сделал пост о какой-нибудь компании. Но, конечно же, самый большой доход Кристиана Роналдо он получает от своего футбольного клуба. И нынешний футбольный клуб Кристиана Роналдо – это Аль Насса, от которого в каждый год Кристиан Роналдо зарабатывает около 200 миллионов евро. И давайте подведем итоги со всех платформ, сколько зарабатывает Кристиана Роналдо. Так как я не знаю, сколько рекламных постов он делает в разных соцсетях, я буду ориентироваться по цене на один пост. И начнем мы, как мы уже говорили, с TwitterX, где за один пост он зарабатывает 230 тысяч евро, Инстаграм – 3 миллиона 234 тысячи долларов, Ютуб на данный момент заработает 2 миллиона евро, и его футбольный клуб, что составляет 200 миллионов евро. И если мы сложим все это воедино, то мы получим сумму в 200 миллионов 234 тысячи евро и 3 миллиона 234 тысячи долларов. Но если мы переведем это все в доллары, то сумма составит 221 миллион 876 тысяч долларов за один год со всех его источников дохода. И на данный момент состояние Кристиана Роналдо оценивается в 903 миллиона долларов. Но давайте теперь поговорим о Мистер Бист. Мистер Бист – легенда Ютуба. Все мы знаем его, все мы знаем, какие у него популярные видео, каждое его видео набирает больше 100 миллионов просмотров. И давайте посмотрим более подробно, сколько у него подписчиков, сколько он зарабатывает, и действительно ли Кристиан Роналдо может победить его в этой гонке Ютуба, что Кристиан Роналдо станет более популярным, чем Мистер Бист, или все-таки Мистер Бист останется на своем первом месте в популярности в Ютубе. И Мистер Бист начал свой канал в далеком 2012 году. И интересный факт – Мистер Бист родился 7 мая 1998 года, что ровно на один месяц раньше меня. Так что мы с ним практически ровесники. Его первое видео вышло 20 февраля 2012 года и уже набрало около 26.4 миллиона просмотров. Но что самое интересное, Мистер Бист не получил такого стремительного роста канала, как и наш предыдущий герой Кристиан Роналдо. И давайте немного рассмотрим статистику того, как рос его канал на протяжении всего времени. За первые три года существования канала Мистер Биста он набрал всего 76 подписчиков. За три года 76 подписчиков. Но на четвертый год его канал стрельнул и стремительно начал расти. И на четвертый год он набрал свои первые тысячи подписчиков. И сейчас, на данный момент, на самом популярном канале Мистера Биста, который так и называется Мистер Бист, насчитывается около 313 миллионов подписчиков. Что насчет других каналов и других соцсетей Мистера Биста? Сколько там у него подписчиков Его основные каналы, такие как MrBeast, MrBeastGaming, BeastPhilanthropy и остальные популярные каналы В сумме насчитывают приблизительно 459 миллионов подписчиков Но это только основные каналы, которые снимаются на английском языке Также у него есть каналы на русском, испанском, французском и других языках Которые также еще насчитывают более 61 миллиона подписчиков И в общей сумме на ютубе у MrBeast приблизительно 520 миллионов подписчиков И что же касается соцсетей Например, возьмем платформу Instagram, где в Instagram у него приблизительно 60.6 миллионов подписчиков на основном Instagram аккаунте Остальные же аккаунты приблизительно в сумме дают 6.55 миллионов подписчиков Что приблизительно дает нам 67.15 миллионов подписчиков со всех его страниц в Instagram Twitter же оценивается в 30 миллионов подписчиков на основной странице И приблизительно 675 тысяч подписчиков на всех остальных страницах В TikTok же где-то 100 миллионов основной канал и 5.75 миллионов все остальные Что дает нам где-то около 105 миллионов подписчиков в TikTok И также 20 миллионов подписчиков в Facebook Один миллион подписчиков в Reddit Но самое интересное у MrBeast Или также как его настоящее имя Jimmy Также есть аккаунт, который так и называется Jimmy В LinkedIn Который насчитывает 150 тысяч подписчиков Что в разы меньше, чем на основных его платформах Таких как, например, YouTube Также в Twitch у него 540 тысяч подписчиков 6 миллионов подписчиков в Thread 3 миллиона подписчиков в Bill Bill И 670 тысяч подписчиков в Discord И в принципе итоговое количество подписчиков со всех его каналов Со всех его соцсетей Составляет где-то приблизительно 748 миллионов 935 тысяч Но что же самое интересное Его доходы со всех его каналов и соцсетей Со всех своих каналов MrBeast зарабатывает где-то приблизительно 3 миллиона в месяц Или это равноценно 36 миллионам в год Но, как вы можете подумать, это не весь его доход Потому что это доход только с рекламы, которую платит YouTube На всех его каналах Также MrBeast зарабатывает из других источников дохода Таких, как, например, спонсорских сделок Или, грубо говоря, рекламы его видео Что составляет еще где-то приблизительно 1 миллион долларов в месяц Или 12 миллионов долларов в год Также он продает одежду и аксессуары Что приносит ему приблизительно около 10 миллионов долларов в год Его шоколадки Fist Beast, которые по приблизительным оценкам принесут ему около 200 миллионов в 2024 году MrBeast Burger, что принесет ему приблизительно 100 миллионов долларов в 2024 году И также все его активы насчитывают приблизительно около 100 миллионов долларов И в завершении приблизительный доход MrBeast составляет 358 миллионов долларов в год И его состояние насчитывается примерно около 500 миллионов долларов И мы получаем такие интересные цифры, как Кристиана Роналду в свои 39 лет, его средний доход в год составляет 222 миллиона долларов, а его состояние на 2024 год насчитывает около 903 миллионов. И мистер Бист в свои 26 лет имеет годовой доход в 358 миллионов долларов в год, а его состояние насчитывается в 500 миллионов долларов. И я надеюсь, это видео было вам интересным и полезным, надеюсь, вы узнали что-то новое о этих двух интересных персонажах, которые добились таких огромных успехов, но в абсолютно разных сферах. И да, конечно же, канал Кристиана Роналду стрельнул и стремительно растет, и набирает и миллионы просмотров, и подписчиков, но все же мое личное мнение считает, что вряд ли Кристиана Роналду сможет стать более успешным, чем мистер Бист. И скорее всего, это просто хайп от того, что он создал свой канал, и в принципе, потому что он такая популярная личность, и мистер Бист все равно будет считаться одним из самых популярных ютуберов, существующих на данный момент. И всем спасибо, кто смотрел меня сегодня. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, напишите комментарии, нравится ли вам такого рода видео о таких популярных личностях, таких доходах, и вообще, как они пришли к этим доходам. И до новых встреч, всем пока!